МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный партнер выпуска холдинг Могилевская молочная компания Бабушкина Крынка. Бабушкина Крынка. Для здоровья, на здоровье. Всем вкусный привет. Сегодня нас ждет новое кулинарное открытие. Помогать нам в этом будет холдинг Могилевская компания Бабушкина Крынка. А готовить мы с вами будем, ребята, сыр. Причем необычный. Для этого мне понадобится картошечка. Клинковый сыр. Это из мягких сыров. Ну, так скажем, спрессованный творожок. Очень вкусный. Так, это сладкая паприка, это тмин, яйца и миксер. Ну и, конечно, немножко времени. Итак, начинаем. Начнем, пожалуй, с картошечки. Картошечку нужно измельчить до состояния пюре. Можно использовать обычную толкушку, но я буду использовать миксер. Картошечка у меня, видите, не разваристая такая. Это, в принципе, то, что нужно. Ну и творим, то есть взбиваем пюре. Так, ну, вот до такого состояния. Главное, чтобы не было ни одного комочка. Так, добавляем. Это у меня сладкая паприка. И любой уважающий себя сыр любит, когда к нему добавляют еще тмин. Вот как-то так. Отставляем в сторонку. И сейчас займемся тем, что будем добывать из куриных яиц куриные желтки. Процесс, я вам скажу, этот увлекательный. Для этого мы используем старинный китайский метод – бутылка. Так, главное – не повредить желток. Смотрите. И вот сюда его. Мне понадобится три желтка. И мы продолжаем все это дело взбивать при помощи, опять-таки, миксера. У нас с вами должна получиться однороднейшая масса. Не однородная, а однороднейшая. Вот такая у нас получилась однородная. Я хочу заметить аппетитнейшая масса. И сейчас пришло время добавить наш белоросский клинковый сыр от бабушкиной крынки. Вы знаете, сыр весьма уникальный. Дело в том, что здесь используются уникальные бифидобактерии, которые помогают нам, людям жить гораздо-гораздо комфортнее. Вот теперь мы добавляем наш клинковый сыр. Вот сюда, в картошечке. И продолжим миксером доводить до состояния, нет, не аль денте, а однородной массы. Так, ну что, наша масса очень густая получилась. То, что нам нужно. И следующим процессом надо будет смазать вот эту форму, прежде чем отправить в микроволновую печь. Так. Я использую бабушкино масло. От бабушкины крынки. Так, ну а сейчас я хочу сделать объявление для тех людей, которые занимаются коллекционированием сырных оберток. Кстати, знаете, как таких людей называют? Тироселиофилисты. Итак, уважаемые коллекционеры, вот новая этикетка от клинкового сыра, бабушкины крынки, у вашей коллекции. Вот, перекладываем нашу вот эту заготовку в емкость, которая смазана сливочным маслом. Отправляем наше блюдо в микроволновку. Бабушкина крынка. Для здоровья на здоровье. Так, давайте смотреть, что у нас тут получилось. Вот, смотрите, какая штуковина. Вот, и сейчас мы будем ее перекладывать на нашу тарелочку. О! Так, немножко укропчика. Всю зелень я рву руками. Ну, вот и все. Мы сегодня с вами приготовили, ну, что-то похожее на сыр на основе картошки и клинкового сыра от бабушкины крынки. Это, поверьте, вкусно. Экспериментируйте. И, конечно же, всем-всем большого удачи и большого-большого здоровья. И аппетит точно. Генеральный партнер выпуска – холдинг «Могилевская молочная компания Бабушкина крынка». Бабушкина крынка. Для здоровья на здоровье. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...